Побед желаем, госпожа преподаватель! Первый урок истории после каникул начинается, как и в обычной школе, с повторения. Однако для учеников шестого класса здесь многое в новинку. В кадетский корпус набирают мальчиков с 12 лет. Евгений Пастухов переменам только рад. По словам Жени, здесь уроки интереснее, кажется, они проходят быстрее. У ПК, например, ведет не обычный учитель, а священник. Рассказываем о жизни человека, какие ценности важные в нем, молимся. Мы записываем молитвы разные, учим их, читаем. Молиться перед сном, до и после еды в семье Жени было не принято. Однако теперь новую традицию поддерживают и дома. Сегодня детей на занятиях нет. Но уже в четверг за парты в домовом храме сядут около 40 кадет. На занятиях младшие воспитанники учат наизусть молитвы, а старшие рассуждают о нравственности. С этой стороны мы видим икону святителя Николая Чудотворца, который является нашим храмовым святым. В честь него и создан наш храм. Комната освященная. В ней же отец Сергий принимает на исповедь учеников перед православными праздниками. Этот священный ритуал проходят все дети с 7 лет. По словам духовного наставника, исповедь кадет отличается от покаяния юных прихожан в церкви. Они здесь, находясь далеки от дома, от родителей, остро чувствуют свою греховность, свои какие-то ошибки. У них самоанализ появляется. И когда они приходят на исповедь, они очень искренне и честно исповедуются. Пятерок или двоих старшеклассникам здесь не ставят. В планах – отмена оценочной системы для младших классов. Посещение православных уроков – дело добровольное. Старшеклассники часто не просто задают вопросы священнослужителю, но и спорят с некоторыми его утверждениями. Нельзя понимать казака без русской православной церкви. Это наши исторические корни, это наше, как говорится, лицо. И этим сильны, в конце концов, казаки. Своей верой, которая им позволяла выходить из самых, как говорится, тяжелых боев победителями. Перед епархиальным отделом стоит новая задача. Теперь православная церковь будет поддерживать не только реестровых казаков, но и общественные казачьи организации. Прежде всего церковь – это духовное кормление казаков. Ну, а в государственном плане мы попытаемся несколько вот так, ну, как бы объединить эти усилия. И я думаю, что, наверное, все-таки в будущее мы смотрим и верим, что казачество должно объединиться. На круглом столе не только строили планы на будущее, но и вспомнили, а как у нас было на Тихом Дону. По 10 книг об истории донского казачества вручили каждому кадетскому корпусу от Общественного книжного совета Ростовской области. Фортан Суниджанс Анастасия Кованцева, Станислав Фоменко. Главное новости. Спасибо. 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 Спасибо.